Теми, кто попадаются на удочку финансовых мошенников, особенно часто становятся люди, как мы говорим, уважаемого возраста. Именно в расчете на них махинаторы создают всевозможные обманные схемы. Начиная с 2017 года, Банк России реализует данную программу, которая разработана специально для людей пожилого возраста, для людей пенсионного возраста, с тем, чтобы помочь им ориентироваться в меняющемся сложном мире финансовых услуг, продуктов, чтобы помочь им с наименьшим риском вкладывать свои имеющиеся средства, не пострадать от действий мошенников. В общественной палате, где проходили занятия по повышению финансовой грамотности для пенсионеров, сотрудники Центробанка обращали внимание на несколько основных способов, с помощью которых мошенники выманивают деньги. Во-первых, это якобы победа в лотерее, выигрыш, по которой надо получить, отослав некий взнос. Или, в другом случае, оказание помощи родственнику, попавшему в беду, а иной раз просто приглашение поучаствовать в благотворительной акции. Рекомендация всегда одна. Прежде чем переводить куда-то деньги, надо сначала все проверить, созвониться с адресатом, уточнить подробности и ни в коем случае не торопиться, иначе финансы, что называется, будут петь романцы. То же самое касается и всевозможных финансовых пирамид, безумно выгодных, на первый взгляд, если смотреть невнимательно. Заработать на них можно, разве что инфаркт. Здесь вот нам сейчас рассказали очень доступно, очень наглядно, то есть нам показали на экране, и мы поняли, вот как все надо себя вести в случае, чтобы не попасться ни на какую вот эту мошенническую удочку. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин